Послание президента это документ, определяющий план развития страны на предстоящий год. На этот раз акцент на экономике. На заседании членов фракции Западно-Казахстанского областного и уральского городского маслехатов партии Аманат обсуждали задачи, поставленные главой государства и реализацию предвыборных программ. Один из пунктов послания президента связан с земельным вопросом. Работа по возвращению неиспользуемых по назначению участков в государственную собственность продолжается. На сегодняшний день возвращено 250 тысяч гектаров земли. Целенаправленная работа ведется и в рамках программы АУЛ Аманаты. Как вы знаете, нашему региону было выделено 7,5 миллиардов тенге, половина из которых одобрана по кредитам, выдается под 2,5%. Это нужно, чтобы открыть новые рабочие места. В данном направлении активно работают районные филиалы, наши партийцы, члены комиссий. Развитие экономики важно для будущего нашей страны. В этом плане большая роль отводится малому и среднему бизнесу. Ему оказывается весомая поддержка. Проведение продуманной водной политики, решение проблем трансграничных рек являются важнейшими задачами, стоящими перед правительством, было отмечено в послании. Это актуально почти для всех регионов страны. Республика Казахстан не имеет своих прямых источников водных ресурсов. И, по сути, все воды трансграничные приходят к нам либо с России, либо с Китая, либо с приграничных других стран. Поэтому здесь нужно именно на уровне политики проводить работу и решать вопросы об обводнении. Также вопрос остро был поднят по поводу восстановления наших каналов, создания структуры водохранилищ. Вопросам образования также было уделено внимание. В послании по поручению главы государства готовится закон о науке. Одна из задач – привлечение частного капитала в сферу исследований. Научная составляющая и бизнес сейчас идут в некотором смысле как две параллельные, то есть не пересекаются. Вот наша задача, и задача, которую поставил перед нами президент, именно найти точки путем законодательной инициативы, где бизнес и наука пересеклись бы, и эти инновации, о которых мы говорили, они должны дать большой эффект. Партия «Аманат» намерена содействовать развитию каждого проекта, реализуемого в стране. Важно также выполнять и предвыборную программу. Одним из актуальных вопросов сегодня является налаживание производства. Бескачественной работы этой сферы не будет развития в стране. Партия имеет свою позицию также по внесению изменений и дополнений в действующие законы. Один из них касается государственных закупок. Выезжая в сёла и встречаясь с жителями, мы получаем много жалоб. Видим это сами. Закон должны принять до конца года, поэтому все мы, как комиссия, должны довести проблему до уполномощенных органов. Считаем, что должна быть и уголовная ответственность в этой сфере. На заседании фракции обсуждены мероприятия и ход исполнения дорожной карты согласно предвыборной программе партии на 2023-2027 годы. Екатерина Шмидт, Алгат Мурадбаев, Колыбяка Краб, Акжаи Кокпарат.